Что будет, если приготовить морковный сок неправильно? Регулярно употребляя морковный сок, можно попасть в депрессию, подавить иммунитет. Или от одного стакана морковного сока умереть от инфаркта, либо инсульта. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачков. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить безболезненно. А именно, что будет, если приготовить морковный сок фреш и регулярно его употреблять? Часть людей считает, что если приготовить морковный сок фреш и принимать его регулярно, будет укрепление иммунитета. Я не просто выбрал морковку с таким хвостиком. Если вы не знаете мелкие нюансы, то правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить и употреблять морковный сок? Неправильно! Будет снижение иммунитета. Особенно против онкозаболеваний. И у вас резко возрастает риск. Вы употребляете морковный сок фреш и считаете, что иммунитет укрепляется. А у вас возрастает риск развития рака желудка, рака печени, рака легких и рака толстого кишечника как минимум. Другие считают, что правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить морковный сок и употреблять его регулярно? Будет увеличение работоспособности. Но если вы не знаете, как правильно приготовить, то правильный ответ будет несколько иной. Будет увеличение кардиологического риска, гипертонический кризис, риск инфаркта либо инсульта. Третьи считают, что правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить морковный сок и пить его регулярно? Будет увеличение работоспособности интеллектуальной. Иными словами, вы можете даже вылечить депрессию. Если вы не знаете вот эти мелкие нюансы, то не то, что вылечить депрессию не получится. У вас получится еще больше погрузиться в депрессию. Либо вызвать депрессию у того человека, который ею ранее не страдал. Четвертые считают, что правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить морковный сок и пить его регулярно? Будет укрепление мужской потенции, усиление эрекции. Если вы не знаете мелкие нюансы, как приготовить правильно, Наряду с усилением эрекции возрастет кардиологический риск. И можно легко умереть от инфаркта либо инсульта, занимаясь любовью. Иными словами, чтобы приготовить морковный сок правильно, нужно знать мелкие нюансы. А именно, вот эти четыре, как минимум, секретных компонента, которые скрываются под этими баночками. Но значимости которых я вам сейчас расскажу. Опасное, одно из опасных соединений в морковке — это нитраты. Что дают вам нитраты? Вернее, что они у вас отнимают? Они отнимают способность у гемоглобина переносить кислород работающим клеткам. Иными словами, кислородная емкость крови при неправильном приготовлении морковного сока Фрэш. Особенно из домашней морковки. Казалось бы, она должна быть здоровее, а при определенных условиях она может вам навредить. Я имею в виду, если удобрялась она не перегноем, а просто органическими удобрениями, которые не прошли стадию ферментации. В этом случае содержание нитрата в морковке увеличивается в разы. А соответственно, ее опасность для вашего здоровья. И для того, чтобы снизить кардиологический риск, а в этих условиях повышается артериальное давление, у тех, у кого сердце может поднять давление, появляется гипертонический кризис. Если были скомпрометированы сосуды, был атеросклероз сосудов, увеличивается риск инфаркта, либо инсульта. А вот если у вас были перед употреблением морковного сока холодные кисти рук, либо стоп и ног, то здесь можно доиграться до совершенно иной ситуации. У вас сердечно-сосудистая система работала в ослабленном режиме, а вы еще и добавили нагрузку неправильно. Поэтому для того, чтобы заблокировать вот эти самые нитраты, которые в ближайшем перспективе опасны кардиологическим риском, а в отдаленной опасны онкологическими заболеваниями. Особенно у тех, кто употребляет морковный сок, и у него есть одна вредная привычка, я имею в виду табакокурение. Табачный дым резко увеличивает неативное действие нитратов на ваш уровень здоровья. Повышает и кардиологический, и онкологический риск. Вместе с тем, витамина, которые находятся в морковке, вернее бета-каротин, он эти риски снижает. Ну и другие компоненты, на которых я не буду останавливаться в этом видео, чтобы слишком его не затягивать. И как? Самым простым способом заблокировать негативное действие нитратов. Нам поможет компонент, который скрывается под этой баночкой. Это обычное яблоко. Что дает нам яблоко? Особенно зеленого цвета. С одной стороны, в нем находятся органические кислоты, которые способны нейтрализовать нитраты. Уменьшить их негативное действие. С другой стороны, полученный из именно зеленых яблок, сок обладает отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Иными словами, он способен разжижать кровь, снижать вязкость крови и, соответственно, снижать кардиологический риск. Поэтому, если вы хотите использовать морковный сок, да, я вас понимаю, но морковный яблочный сок фреш значительно полезнее для вашего здоровья и безопасен для вашей жизни. Поэтому эти компоненты лучше использовать вместе и правильно. Но яблоко нужно тоже правильно подготовить. Обязательно нужно удалить все семена, в которых находится синильная кислота. Которая как раз поможет нитратам выполнить вот ту самую негативную функцию, которую я вам только что рассказал. И оптимально было бы убрать кожицу. В этом случае морковный яблочный сок фреш становится супер здоровым. Но! Не все полезные вещества из него могут попасть в ваш организм. И очень важный компонент, который находится вот под этой баночкой, часто рекомендуют добавлять. Это растительное масло. В данном случае масло оливковое. Но! Я бы не советовал вам добавлять оливковое масло в морковный яблочный сок фреш. Ну разве что у вас очень хороший знакомый врач уролог. Которого вы хотите порадовать дополнительной работой. Потому что в такой комбинации сок способствует образованию песка. Или, на меславе, солевой диатез появляется в лоханках почек. А потом там образуются очень интересные красивые коралловидные формы. Камни под названием оксалаты кальция либо магния. А также продолжение морализованского балета. Развитие пилонефрита и почной недостаточности. Также у вас должен быть хороший знакомый врач-ортопед-травматолог. Такая комбинация способствует вымыванию кальция из вашего организма. И появляется аустиопороз. Либо обмен на дистрофические заболевания сустава. Как трост. Потому что функция опорно-двигательного аппарата будет нарушена. Поэтому при всей полезности оливкового масла. Я бы не советовал вам его использовать при приготовлении морковного сока. А использовать совершенно другой компонент. Который скрывается под этой банкой. Это обычная сметана. Что дает вам сметана? Она содержит те же жиры, которые способны растворить бета-каротин. Она содержит и соли кальция. Натуральная сметана готовится все-таки из молока. И соли кальция содержит. Если вам нужно в большей степени подстраховать свои суставы. Вы можете в морковный сок добавить не только сметану. Можете добавить йогурт. Можете добавить кефир. По своему вкусу. Вид на вкус и цвет, конечно, товарищи, нет. Но для здоровья. Если вы готовите морковный сок. Ключевое слово здесь морковный. Яблочко нам только помогает улучшить свойства этой комбинации. То вы используете либо сметану, либо кефир, либо йогурт. По своему вкусу. Пропорции могут быть разные. Но они должны быть. Очень часто к морковному соку добавляют секретный ингредиент. Который скрывается под этой банкой. Мотивируя тем, что уменьшается углеводная нагрузка на организм. И это можно использовать даже при сахарном диабете. Я бы не советовал этот ингредиент добавлять к морковному соку по нескольким причинам. Пока вы будете его добавлять, вы теряете время. А время — это витамины. Это другие биологически активные вещества, которые находятся в этом соке. И вы их тоже будете терять. Больше того, этот компонент часто содержит различные микроорганизмы. Которые будут уже использовать ваш морковный сок по своему усмотрению. А уменьшить углеводную нагрузку у вас не получится. Уменьшить углеводную нагрузку вы можете одним способом. Уменьшать количество сока, который вы употребляете. А если вы сок разводите просто водой, то вы получаете обратный эффект. Низкая концентрация биологически активных веществ в соке, особенно сахаров, ускоряет их всасывание. Иными словами, вы не снижаете углеводную нагрузку на свою поджелудочную железу и печень. А резко ее увеличиваете. Поэтому разводить сок водой я бы вам не советовал. А использовать в такой комбинации с возможными вариантами по содержащим жир компонентам. Можете использовать сметану, кефир, йогурт. Можно с добавлением сметаны, если вам нужно больше жирности. Но если у вас йогурт и кефир с жирностью от 2,5% этого вполне достаточно. Чтобы витамин А, вернее бета-каротин, содержащийся в морковке, растворился и принес пользу вашему организму. Укрепил вам иммунитет. Улучшил зрение. И у тех мужчин, у которых было ослаблено зрение и ослаблена потенция, вначале возвращается зрение. А потом усиливается и эрекция. Потому что для того, говорят, мужчина любит глазами. А если зрение нарушено, то и любовь будет соответствующим образом нарушена. Есть у меня такое видео, что делать, если не стоит эрекция. Найдите на моем канале. Там кроме морковки вы узнаете и другие способы, как усилить эрекцию мужчине при определенных условиях. Ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю, как лучше написать следующее видео для вашего здоровья и активного долголетия. И опубликовать на своем канале. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачков и Школа Доктора Скачков.